как быть с уже сложившимися фобиями аэрофобия например у меня есть все необходимые знания о безопасности воздушного транспорта но несмотря на это паническая атака на взлете мне обеспечена или фобия это уже не невроз в чем их отличие ну значит давайте терминологически нету не все уже запутались его есть невроз нет невроза значит есть малая психиатрия вот давайте так скажем малая психиатрия вот мы все с вами в разряде малой психиатрии находимся вы даже вот кто считает что с ним лучше чем с малой психиатрии пусть смотрит на большую вот малая психиатрия это то что у нас у всех бывают всякие разные депрессивные состояния тревожные состояния там и так далее вот значит в рамках этой малой психиатрии вырастают разные нозологии значит это депрессия как болезнь да это там условно говоря самотофорная вегетативная дисфункция сердце-сердечно-сосудистой системы да это вот как раз бывший рейкет сосудистая дистония сейчас она получила такое название в медицинской классификации болезни десятого пересмотра вот но бывает самотофорная вегетативная дисфункция желудочно-кишечного тракта это люди которые в состоянии тревоги начинают испытывать ну там так называемую медвежья болезнь до прежнее название опять-таки вот это очерченные уже очерченные уже психические расстройства имеющие свой классификатор психифа расстройки шишки ну к ним частности относится аэрофобия вообще это такой большой термин агарофобия вот туда входит много всяких разных страхов под страхов разнообразных и если у вас всякий раз при взлете самолетом значит начинается панический ужас вам кажется что вы сейчас умрете сейчас все упадет взорвется или еще что-то неважно тут у всех свои картинки маслом нарисованы вот это уже очерченное фобическое расстройство вот который нуждается в терапевтическом лечении суть этого психотерапевтического лечения и я возвращаюсь к тому о чем наш курс онлайн курс шаг за шагом задача состоит в том чтобы с одной стороны освоить все психотерапевтические техники которые позволят вам не испытывать негативных эмоций когда вы окажетесь в ситуации стресса то есть представьте что вы знаете что вам нужно сделать для того чтобы оказаться в самолете и в этот момент с вами не происходило панического приступа так можно сделать да и второе это понять а почему у вас вообще в принципе возник этот невротический симптом ну с чего это да ну как бы вы же все понимаете есть необходимые знания безопасности воздушного транспорта да но что это такое с психикой происходит что она отказывается верить логике здравому смыслу да и придумывать все время какие-то а вы там пилоты где-то может он выпил может не доспал может он понимаете я не умею я не могу контролировать самолет поэтому я боюсь вы как будто вы что-то другой кирпич вас контролируете он там падает на вас и вы такие под контролем значит его отодвигаете в сторону вы ничего не контролировать в таком смысле как вы хотите контролировать самолет на вот но это же какая-то иррациональная штука и откуда она родится она вот родится именно из-за наличия у вас внутренней психологической проблемы которую неудовлетворенности какой-то базовой потребности которые у вас есть и вот для того чтобы ее как бы изъять нужно сначала научиться контролировать симптом а потом на свою жизнь посмотреть значительно более как бы предвзято да что вот и мы делаем на нашем курсе когда мы с нашими героями разбираем каким образом они дошли до жизни такой с соответствующим симптомам вот поэтому да это невроз да это фобия да это пункт 4 f4 классификация болезней там и так далее как бороться с навязчивыми мыслями как избавиться от навязчивых действий проверять закрыта ли дверь выключен ли свет но я думаю что вы всем про это слышали вот часто к сожалению этот навязчивый страх иногда так выходишь из дома и думаешь так закрыл я-то вообще не помню и могу что угодно забыть где угодно задумался потом думаешь ну к счастью не часто вспоминаю что я забыл закрыть и поэтому это не так страшно вот но так бывает что раз выходишь уже закрыл не закрыла чуть был задумавший и дальше думаю или возникает такое а мы не побежать ли мне домой и не проверить ли вот выключил ли я утюг вот тюх тюх разгорелся нашу тюх ну вот и не вернуться ли туда вот и возникает искушение как вы с этим боретесь искушением вы говорите все со всеми обсудите у меня такое ощущение что и утюг немножко послать не послать но слушайте вот если бы это был не невроз ну вот и вы бы действительно ответственно подходили к делу и у вас было бы все основания думать что не выключен утюг то вы бы рванули с того места где бы вы вспомнили представьте вот вы поставили чайник на плиту например да и вышли из дома и пошли куда-то чайник что вы делаете будете долго мыслить чтобы происходить или вы будете мчаться туда как этот вот лошадь это битая вот я бы помчался страшно тоже чайник у меня сгорел несколько раз он петел такую историю вот и ты туда бежишь да а здесь вот почему-то тут так вот просто страдать поэтому мучиться тревожиться там и так далее и вот это уже превращается собственно говоря невроз лег в кровати рассказываю опыты у меня пациентов много было вот и вот это лечь кровати так думаю так вот все окна проверили все дверь проверили все проверили а вот ту да и дальше продолжать лежать значит на самом деле есть очень простой способ если у вас это не дошло до степени вот такой тяжелый без адаптации да так вот люди бывают руки моют например приходит сейчас положено так хоть руки но так бывает что такая мизофобия это вот страх заражения что человек прошел показал что прямо на руках чувствует вот это вот надо мыться потом думать по накапал во все стороны она распространилась теперь он чем ванну помыть вот это так выглядит смешно жить с таким это от на вот да если это то вам не поможет то что я сейчас посоветовал на вот но если вы еще до этого не дошли то я вам советую следующее значит наш мозг любит вот так нас патрулить да значит вот он говорит закрыли ты дверь чё надо же тревожиться по какому-то поводу потому что как-то жизнь не так удалось как хотелось бы и вот как-то же возникает и вот вдруг повод да вот про дверь вот или про утюг или про я не знаю окно не закрыто еще что-нибудь вот и рекомендация такая значит если ваш мозг значит говорит вам дружище вот есть по поводу чего переживать на вот вы можете а ну если ты прав давай я это и сделаю то есть представляете вот вы например едете куда-нибудь на работу и подходя к работе вспоминаете что вы мозг вам говорит если вы действительно вспомнили что выключили и утюг там нет проблем а он такой вдруг вот утюг же гладил же что-то позавчера вот и вот если он нам подскажет вы себе должны наказать даже сказать окей звоню всем что не могу прийти разворачиваюсь еду до дома проверяю утюг чувствую себя полным дебилом и возвращаюсь обратно вот если вы себя начнете наказывать то есть когда эти шальные мысли которые должны потрафить вашему вот этому внутреннему ай-яй-яй вот вы начнете им следовать вот тогда вот еще с самолетами рекомендую иногда вот купили билет на самолет собрались флоту забронировали все прекрасно прошли там можно сдали вещи там и так далее поднимаешься на самолет и думаешь разобьюсь вот слушайте ну если так все ну выходите чего вы продолжаете сидеть там вот значит вот если бы вы реально думали что вы были вы бы бежали с этого просто ну как бы ну вот но сколько у меня было пациентов которые боятся самолетов но я помню один два случая всего за всю в общем биографика люди уходили смотрят это они сначала всех довели до конвульсии только после этого удалились если бы я за я бы еще кричал бы всем не садитесь него а вышел убежали еще уходить что все остальные умерли если вы в курсе ну да будьте честными до конца вот все остановите самолет все осенствовать он падать больше вышли отсюда из самолета я требую немедленно спасение пассажиров вот знаете вот когда вы начинаете со своими страхами на серьезно общаться призывать их к порядку то есть если он вам не закрыта дверь а ну давай иди обратно тогда закрываю три раза вот будь дебилом вот это тогда это вот негативное подкрепление знаете если вы станете себе самолета скажите я дико боюсь за вас всех вы все умрете вот если вы не способны сидите тихо вот и успокойтесь вот ну как бы нечего дураньку валять вот если дело конечно серьезное ну вот то этого будет недостаточно для кроме значит вот такого призыва к порядку собственные вот легкости своей мысли тревожной вот если уже это сформировалось как динамический стереотип когда даже понимает что такое вот сформированные фобия это же нервные клетки они сцепились друг с другом в эти нейронные сети они как бы вот вы там условно говоря вы прямо физически например начинаете ощущать эту мизофобию физически вот так вот куда-то тронулись ручка и чувствуете прямо как микробы ползут по руке вот значит но это же сколько нейронных дуг связалось то в этом и конечно просто простым призывом к здравому смысла то вряд ли сработает поэтому нужны психотерапевтические техники которые позволят снизить это нервно-психическое напряжение дальше включить разум то что же вот что происходит когда вы включая у кого стресс на вас вот этот напал ужаса вот этого ваше сознание становится узкое как вот это как вообще как по этому коридору пройти можно такое узкое вот вы увидите только то что доказывает вот это зашел стюард вот это ну кто там стюардесса вот вот она точно знает что упадем вот это так ведет себя счет пошла говорить то это точно загремел двигатель вот это все все знают там как он открылась под крылка закрыл я понять ними как она там но есть люди сидят клиенте слушают открылась под крылку закрылась по и все падаем уже нет я летал с загоревшим с двигателем на горевшим все горелок чертовой матери нормально знаете приземлились ух два еще круга делали что между москвой петербург еще один раз они слетали потому что если были падали бы то они бы то в москву бы вернуть а если нет то они бы просто топлива сожгли чтобы как-то садились а я с анастасией мельниковой летел мы сидим разговариваем не смотрю развеселю я там вот так я смотрю и так двигатель горит вот так одного окошка хорошо смотрелись вот да значит поэтому вот да и соответственно мысленно и как обычно потерялась но смысл состоит в том что вот если у вас все это уже вот накопилось и как бы сложилось то просто простых конечно решения нет мне вот любят на эти напишут например директ я так особо не читаю то что страшно но вот но так напишут говорят говорят знаете у меня муж алкоголик ну вот сын игроман значит сидит в компьютер круглосуточно вот сама и у меня инвалидность третьей группы что мне делать я в директе должен что написать есть жизнь сложная понимаете в ней нету решений таких простых иногда надо что-то поделать но как бы развязывать так сказать узелочки то это понимаете куда